здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем готовить имбирные пряники у меня много имбирных пряников уже было поэтому есть чем с вами поделиться расскажу также о секретах и вот такие красивые новогодние прянички мы с вами приготовим пожалуйста подписывайтесь на мой канал чтобы мой канал увидела большее количество людей потому какое видео очень полезное ценное и я надеюсь очень очень многим понравятся такие рецепты понравится такой вид оформления и применения этих пряничков в конце расскажу как хранить эти прянички возможно вы почерпнете для себя очень много новой информации поэтому подписывайтесь ставьте лайки нажимайте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео ну а сейчас мы с вами приступим к приготовлению пряничка нам понадобятся следующие ингредиенты это конечно же сахар мы будем готовить способом заваривания основы сливочное масло нам будет нужно нужно будет одно яйцо мука цедра лимона ванильный экстракт и специи специи у меня корица имбирь и мускатный орех также нам понадобится соль и сода обязательно главное условие приготовления того чтобы все у вас хорошо получилось это сахар нужно будет растапливать в кастрюле с толстым дном это очень важно потому как я перепортила очень много продуктов перед тем как нашла вот свою идеальную и посуду и применилась как его готовить если вы будете готовить со мной у вас все получится с первого раза насыпаете сахар в кастрюлю с толстым дном и ставите на маленький или средний огонь вы видите в начале просто сахар начнет прилипать ко дну он начин будет начинать подтаивать пускай это вас не пугает и вот уже когда в возле бортика в кастрюльке вашей появится вот такая характерная рыжая каемочка вы увидите что сахар топится превращается в такую жидкую карамельную как бы смеси то уже можно начинать слегка помешивать огонь не должен быть большим потому как у вас просто под белым слоем верхнего сахара вниз уже просто может сгореть если вы сделаете сразу большой огонь во время вот топления сахара никуда пожалуйста не отходите обязательно вот присутствуйте возле кастрюльки мешайте лопаточкой и обязательно наблюдайте огонь повторюсь чуть чуть выше чуть чуть выше маленького огня то есть средний огонь будет самым идеальным я вам специально засняла вот процесс как я топила сахар ничего никуда не вырезала вот эти процессы вы видите с какой большой с какого большого объема сахара у меня все это прекрасно расплавилась и никак не начало пригорать и все хорошо разошлось никаких комочков у меня нет хочу отметить то что этот рецепт очень удобен тем что эти прянички можно кушать детям например который не переносит мед так как пряники очень хорошие имеет очень большой срок годности и абсолютно не вызывает никаких аллергических реакций за счет того что мы так вот увариваем сахар далее когда у нас полностью сахар растопился очень аккуратно повторюсь очень аккуратно вливаем наш кипяток я готовлю хочу уточнить я готовлю на две порции в описании будет указано на одну порцию приготовления пряничика у меня две порции поэтому не пишите в комментариях почему у вас масло целая пачка ушла у меня две порции на две порции у меня вот именно масло целая пачка вам я дам на небольшую порцию в описании все все количество ингредиентов будет указано далее когда вы ввели полностью весь кипяток все вот по чуть-чуть влили кипяточек перемешали влили перемешали далее ввели весь кипяток сразу же можно вводить все масло я не заморачиваю с тем что резать масло на кусочки обязательное условие масла должно быть холодное оно будет хорошо топиться и сразу остужать вашу смесь далее когда масло у вас растало снимаете кастрюль и вводите специи повторюсь корица имбирь и мускатный орех у меня молотые можете добавить специи по своему усмотрению абсолютно по своему усмотрению я не очень люблю вот такие пряные пряники поэтому у меня такие специи далее также на блюдечке была соль и сода все хорошо перемешивайте образуется пена от соль от той соды все хорошо вымешиваете и в принципе у вас заварная основа практически готова обязательно нужно все это дело процедить потому как могут могут быть вот носите видите образоваться такие крупинки или не расставший сахар или может от специи от соли какие-то крупиночки обязательно процеживайте смесь далее отправляете под пленочку для остывания на балкон в холодильник так при комнатной температуре как вам удобно смесь должна остыть и в остывшую уже заварную основу мы вводим одно яйцо далее размешали яйцо вводим цедру лимона а пускай вас не смешает то что цедра лимона вот как бы имеет свой размер скажем так готовом прянички вы абсолютно не будете никак замечать эту цедру лимона она полностью раствориться в тесте и вам для декора пряников для покрытия глазурью абсолютно никак цедра лимона не будет мешать и никак не отразиться на гладкости пряничка далее ввели все нужные ингредиенты осталось сделать за мукой муку также вводим в несколько этапов хорошо размешивая при каждом этапе хочу отметить то что если у вас тесто будет слегка теплое муки может уйти больше если например вы готовите прянички зимой и оставили остывать тесто на балкон и пропустили тесто у вас холодной муки уйдет меньше вот этот момент нужно учесть у меня вот тесто сейчас я вымешиваю уже на столе хочу показать и пожалуйста вот посмотрите внимательно чтобы вы уследили именно за тем какая у меня консистенция теста она чуть-чуть прилипает к рукам если вы сильно забьете тесто мукой у вас пряники будут жесткие если вы добавите муки мало у вас пряники просто потекут они у вас не будут держать форму и будут разрываться будет вам неудобно с тестом работать поэтому вот у меня тесто такое опять же повторюсь к рукам она чуть-чуть липнет далее вот я сформировала такой квадрат и сейчас вот я вот его сплюскиваю и она у меня вот совсем-совсем чуть-чуть будет расходиться в сторону именно этой консистенции тесто я считаю для себя наиболее оптимальным она очень хорошо держит форму пропекается имеет очень-очень хорошую структуру далее тесто мы заворачиваем в пленку и в холодильник отправляем или же на ночь или же у меня на два дня пролежало именно в холодильнике также тесто прекрасно хранится в морозильной камере это звоночек к тому что можно заготовить впрок и потом уже выпекать пряники по мере надобности я буду использовать вот такие вот пряничные формы елка у меня большая поэтому я буду использовать всего лишь три яруса буду ножичком подрезать то что мне нужно также хочу отметить то чтобы пряник был у вас одинаковой длины вам нужны будут палочки я использовала палочки для суши больших палочек я у себя не нашла ограничители больших я у себя к сожалению не нашла потому как работаю не на своей основной кухне сейчас вы можете взять две деревянные линейки смотать их между собой скотчем то есть вам понадобится 4 линейки две на одну сторону две на другую сторону и потом уже между линейками раскатывать или же любые палочки деревянные но не очень тонкие между которыми вы можете раскатывать тесто это нужно для того чтобы у вас толщина теста по всему пряничку было абсолютно идеально это очень улучшает и упрощает вам работу потому как прянички будут ровные и все у вас будет хорошо и быстро получаться тесто после холодильника достаточно твердое поэтому вам нужно приложить усилия чтобы его размять и хорошо раскатать шпажечки вот и потому как они у меня короткие я их поправляю чтобы все тесто хорошо раскаталась катаю порционно если палочки по длине работы у вас будет меньше поэтому как бы учтите этот момент что хочу отметить с вот таким плотным холодным тесто тесто намного удобнее работать то есть оно лучше себя ведет при выпечке лучше ведет себя при переноске вот именно раскатали вы вырезали формочка и переносить на противень вам будет намного проще если тесто вот такой такой холодный еще если оно у вас полежит при комнатной температуре с тестом уже будет работать не очень удобно тоже учитывать этот факт если вы скажем печите много пряников с большим куском тесто пока не работаете положите его в холодильник или в морозильник проще потом ручками размять но потом хорошо и удобно переносить чтобы прянички не деформировались пряники прекрасно прекрасно выпекаются на тефлоновом коврике я пеку не на самом противне она вот на на дне противня выпекаем прянички при температуре 170 180 градусов буквально 6-7 минут в зависимости от размера ваших пряничков вот я проверила вот видите ангелочек у меня вот я его сейчас трогу меня вслед от пальчика остался я его пробовал пряничек когда вы достаете с духовки должен быть такой практически живой его вы сразу в руки не возьмете он вот у меня еще на коврике сейчас я его не могу взять не разрушив пряничек пока к пряничке горячим берете трубочку коктейльную и прокручивающимися движениями сразу делаете дырочки для веревочек если у вас эти веревочки предусмотрены если вы планируете прянички никуда не вешать и не оформлять его в таком дизайне то можно не делать этих дырочек вот уже у меня пряники чуть-чуть остыли они прекрасно отходят от коврика коврик у меня хороший новый тефлоновый поэтому все хорошо от него отходит заметьте дырочки получается очень аккуратно многие вырезают дырочки до того как выпекать дырочка потом заплывает и неудобно продевать дырочку не очень мне так и очень удобно то есть я для себя выбрала вот такой вот метод горячими пряничками в горячих пряниках дела дырки это очень удобно для меня вот ангелочка я сейчас разломала пряничка очень хорошо пропекся он нежнейший он у меня еще в руках порует тесто очень мягкое и очень ароматное если вдруг у вас прянички верхушечка пряников стала неровной просто ложите на нее какую-то досточку у меня это обычно полочка стеклянная от холодильника мы напекли все пряники приготовим глазурь для росписи пряников далее для этого нам нужно сахарная пудра белок лимонная кислота глюкозный сироп и вода для того чтобы разбавлять нашу глазурь до нужной консистенции белок добавляем сахарную пудру и все хорошо размешиваем вилка до вот такого однородного шарика или каши однородной что у вас получится далее берем вот у меня от блендера венчик не очень конечно удобно лучше это делать в покойном компании насадкой весло у кого есть используйте пожалуйста видео и на низких оборотах все хорошо растирается у меня сейчас это насадки нету и машины нету поэтому приходится замешивать тем чем есть блендер венчик и все хорошо перетираете вот на не очень быстрых оборотах до такого однородного плотного состояния далее добавляем сироп глюкозы и добавляем а лимонный сок лимонный сок нужен для того чтобы чуть-чуть придать кислинку то есть у со вашей глазури и конечно же для того чтобы добавить блеска и ваших вашей глазури глюкозный сироп нужен для того чтобы глазурь не засахаривалась когда для прянички хранятся вот все это хорошо взбиваем растираем и потом уже в готовую глазурь то есть как готовы со всеми уже ингредиентами мы добавляем туда водичку глазурь и каждый раз при добавлении после добавления воды все хорошо перемешивать это обязательное условие потому что вода должна полностью полностью соединиться с белково-сахарной смесью у вас масса должна быть полностью однородной и вода не должна нигде выделяться то есть очень очень все хорошо размешивать венчиком и контролируйте свою консистенцию я буду делать на пряниках в принципе рисунок и контуры вы видите ложка я провожу и просчитать и на 3 она уже полностью растворяется моя вот эта полоса и следа от ложки не видно это самая оптимальная глазурь тем более если возможно вы захотите на пряничках сделать заливку некоторых участков чтоб скажем не делать например два вида глазури то вот такая глазурь подойдет и для прорисовки какого-то контура и для именно заливки небольших участков то есть все у вас получится очень очень хорошо глазурь у нас получилось гладкая очень хорошая кайпа консистенции для моих функций для прорисовки на пряничках глазурь мы переливаем в пакетом пакеты лучше брать небольшие чтобы было удобнее работать если глазури вы делаете много разделите эту глазурь на несколько пакетов потому как рука все-таки устает постоянно держать большой пакет также хочу сказать что прянички удобно хранить в больших пластиковых боксах если у вас много пряников вы их можете приготовить в круг и хранить в пластиковых боксах которые закрываются герметично это если вы их пока еще не сложили в индивидуальные такие целлофановые пакетики то есть как вот напекли сложи остыли прянички сложили в бокс там они у вас прекрасно хранятся после уже декора после росписи вы их лично переносите запаковываются ламановые пакетики также хочу сказать если вы пряник пересушили в духовке также можно положить пересушенные прянички в бокс пластиковые положить в этот бокс очищенное яблоко и закрыть герметично крышкой оставить эти прянички на 1-2 дня в боксе и у вас поверьте моему опыту прянички станут абсолютно мягкие любой пересушенный пряничек конечно не сухарь а вот просто чуть-чуть пересушенный пряничек у вас станет абсолютно вкусным мягким и съедобным после того как он проведет один-два дня в боксе с яблочком только проверяйте чтоб яблоко не успела зацвести боксе от того что нету поступления воздуха то есть проверено проверяйте вы их на себе на своих пряничках все вас обязательно получится пробуйте значит пакетик у меня не очень удачный пакетик берите проверенные пакетики а вот прорезаем небольшую дырочку и будем уже разрисовать наши прянички я вам покажу пример как я рисую вот на 4 пряничках хочу повториться в моей коллекции скажем так уже наверно несколько сотен пряников или даже наверно уже тысяч потому как я правда очень много рисовала таких однотипных пряников наверное нету ни одного пряника который но двух пряников которые были бы одинаковы абсолютно каждый рисунок у меня и придуман из головы вот взяла мешочек взяла пряник и рисую фишка этих пряников в том что они абсолютно разные то есть вы можете конечно повторять дизайн свой там не сильно с фантазии у вас как бы успехи но если вы даже ну то есть не надо какие-то специальных картинок шаблоново как я не умею рисовать и как то как все просто берете корнетик обязательно при тут при том как вы рисуете пряник у вас за мешочек с глазурью должен быть где-то сантиметра 2 наверно 1 2 сантиметра от пряничка прям возить прямо касаться пакетиком пряничка не нужно так у вас рисунок красиво не получится обязательно пакетик у вас должен быть чуть чуть выше чем сам пряник у вас глазурь должна вот такой ниткой такой вытекать из мешочка и вы ее сами должны уложить эту вот и ниточку глазурь именно туда куда вам нужно и это только будет позволительно тогда когда у вас в принципе от края мешочка до пряничка есть и место там один-два сантиметра вот у меня уже звездочка сейчас имбирного человечка пряничного человечка нарисуем и снежинку я нарисую повторюсь опять же все у меня абсолютно из головы все рисунки что хочу сказать эти пряники нереально универсальные тесто очень вкусные они подходят деткам у кого там аллергия на мед они очень долго хранятся запакованном виде проверяла лично пряники через год он реально мягкий поэтому по ингредиентам портится там нечему то есть он и через год съедобный вы не отравитесь и ничего с вами плохого не случится пряники очень вкусные пряники очень мягкие пряники можно сделать на свой вкус в зависимости от того какие вы специи туда положите можно сделать более нейтральный вкус можно сделать более пряные кто любит кому нравится прянички можно это тесто можно прекрасно реанимировать когда но чуть-чуть пересушили вы пряник когда затвердела пряники прекрасно хранятся прекрасно выпекаются эти прянички нереально красиво смотрятся на новогодние елки можно вот так вот приготовить прянички вместе с детьми украсить ими новогоднюю елку на этих пряничках можно рисовать разноцветной глазурью то есть белую глазурь берете красить гелевыми красителями лучше всего и прянички прекрасно подходят для этой цели пряники можно залить белой глазурью и сделать на пряниках печать на пищевом принтере эти прянички залиты глазурью и покрашены кандурином с аэрографом эти прянички вот я паковала именно уже в порционные пакетики целлофановые вот у меня пищевая печать на 3d принтере поэтому готовьте прянички вместе со мной буду рада за подписку на мой канал надеюсь видео вам понравится до новых встреч пока пока